Добровольцы Я хочу показать, как работает аэрозольный баллон Как работает струйный баллон На каком примерном расстоянии Как это все выглядит Как долго продолжается действие баллона Вот именно это я буду сейчас пытаться показать Для начала мы будем испытывать один из аэрозольных баллонов Кобра И будем испытывать струйный баллон Фефер Ко Джет Ну как бы определительный у нас вот здесь Я такую прикрепил в подобие мишеньки То есть она примерно размером голову нападающего Мы будем считать, что баллончиком нужно пользоваться Только как бы непосредственно область головы и шеи То есть может быть чуть ниже головы Для того, чтобы газ который будет подниматься Так или иначе зацепил губы, нос или глаза Ну собственно приступим Первым баллончиком, который мы будем показывать Это Кобра-1 Вот этот баллон аэрозольный В нем 100 мл объема Что на нем написано? Написано на нем, что время действия То есть время распыления около 9 секунд Радиус поражающего действия не менее чем полтора метра Это при температуре минус 10 градусов по Цельсию И радиус поражающего действия не менее 2 и 2 метров Это при температуре плюс 50 градусов по Цельсию Значит сейчас у нас примерно мы имеем Наверное около, я не знаю, градусов 20 И при этом у нас еще дует порывистый ветер вот с той стороны То есть получается мне в спину Для того, чтобы, ну как бы учитываем этот фактор Он как бы будет изрядно помогать к тому Что облако газа, которое распыляется из баллона Непосредственно будет сносить в сторону нашего условного нападающего Собственно приступим Расстояние до нападающего, я думаю, порядка 3 метров В общей сложности Баллон Кобра 1 Начинаем распыление Ну собственно, что у нас получилось по результату Баллон изрядно стал холоднее Полностью пустой, как вы видели Я полностью все, что находилось в баллоне, выпустил из него То есть факел, аэрозольный факел достаточно обширный Он в полной мере покрывает условную область головы и шеи нашего нападающего Вот, и причем, ну с расстояния примерно 3 метра действует достаточно уверенно То есть конец факела очень уверенно покрывает всю необходимую нам область При этом сразу же я начну давать какие-никакие практические советы Конечно, те, кто все прекрасно знает и без меня, могут не слушать, могут проматывать дальше или видео это даже не смотреть Я говорю о тех, которые об этом не знают Значит, когда вы используете аэрозольный газовый баллон Ваш ключевой помощник или наоборот злейший враг Это ветер, о котором никогда в жизни нельзя забывать То есть если у вас на постоянном ношении И вы используете для самообороны баллон аэрозольный Ни в коем случае, никогда в критических ситуациях нельзя забывать о ветре Потому что в этом случае, как только что у нас было Я специально подобрал так, что ветер дует мне в спину То есть он мне помогает Здесь он мне помощник Он сносит все облако, всю струю, весь факел из баллона Сносит прямо на нападающего Но если в критической ситуации вы об этом забыли Или еще как-то случилось так, что вы используете баллон против ветра Поначалу первый метр или первые полтора метра Естественно, давление баллона будет направлять весь аэрозоль против вас Но потом, когда давление баллона на некотором расстоянии ослабевает И вот этот факел превращается просто в облако Ветер его тут же снесет на вас И вы получите те же самые эффекты, которые вы планировали бы нанести вашему нападающему То есть и в этом случае хорошо будет, если вы оба получите одинаковую дозу Ляжете и будете плакать И будет очень плохо, если нападающий на вас получит гораздо меньшую дозу А вы получите большую На вас все это снесет То есть вы ляжете на землю и будете тихо умирать А нападающий будет еще более разозлет То есть о ветре никогда в жизни забывать нельзя То есть если вы используете вот такого типа баллон Всегда, всегда краем сознания нужно думать о ветре То есть ага, сейчас возможна критическая ситуация Так, сразу ветер Сразу выбирайте нужную позицию То есть не навязчиво может быть Каким-то образом перемещайтесь или еще что-то Может быть если ситуация действительно критическая Вы там делаете вид, что вы мнетесь или вы чего-то боитесь Но в общем перемещайтесь Более выгодное для вас положение Для того, чтобы когда вдруг произойдет вот тот момент Когда вам придется применять баллон Чтобы вы уверенно могли применять И при этом не бояться того, что все это снесет на вас ветром Ну и плюс к этому Плюс к этому Добавлю еще, что желательно бы, конечно Если нападающий двигается на вас Естественно вам нужно отходить То есть как вы видели Баллон действует некоторое время Отсюда совет номер два Когда вы используете аэрозольный баллон Им нельзя пшикать там один раз как дезодорантов То есть если вы его используете Баллон фактически считается И так оно и есть Баллон только одноразового действия То есть даже если вы выпустили баллон не весь И теоретически в нем еще что-то бы утыхается И он еще может пшикать Его нужно либо добрызгивать там где-нибудь Как мы сейчас находимся в поле Либо просто выбрасывать Потому что второй раз его использовать нельзя Нельзя на него полагаться во второй раз Вот И когда вы его используете Опять же повторюсь Не пшикать вот так Пш-пш-пш-пш-пш-пш А уверенно и настойчиво покрывать Стараться закрыть вот этим факелом лицо нападающего И держать так Чтобы он получил как можно большую дозу В конечном счете это ваша безопасность То есть чем больше он получит поражающего вещества Тем на большее время его это выведет из строя Тем больше времени у вас появится для того Чтобы спокойно сделать ноги Еще также совет номер 3 То есть как я В этом случае я держал баллон вот таким вот хватом Держишь его уверенно в руке И нажимаешь на клапан Вот так Никогда не стоит забывать Что в критической ситуации Вполне возможно Когда вы будете доставать баллон из кармана То есть как вам больше будет удобно Либо так как я держал Либо может быть держать баллон вот так Но не забывайте о том Что я несколько раз сталкивался с ситуацией Да то есть не в живую Описанной ситуации Когда человек в запарке выхватывая баллон Перекрывал выходной клапан И пытался нажать каким-то образом Ну то есть понятно Это паника Это критическая ситуация Это адреналин Тебя всего может быть там я не знаю Подбрасывает там Покалывает в кончиках пальцев Об этом не стоит забывать Потому что просто Минимум Это действие баллона сведено Просто на нет Все это уходит в свои руки А максимум Все это поднимается тебе же Вот Значит далее О чем следует упомянуть При использовании так или иначе При использовании аэрозольных баллонов Или струйных баллонов Да Сейчас мы покажем Как работает струйный баллон Вот Не следует забывать Что вполне возможно Вот Ну а у меня так точно Я да Кручу этот баллон в руках Нажимаю Я показываю Часть вещества Может отсесть на руках И поэтому После того как вы использовали баллон Не знаю Просто ради развлечения Ради того чтобы посмотреть Как он работает Или по назначению По прямому Да Желательно Не дотрагиваться вот этими руками До лица Или губ Или глаз Или носа Переходим к следующему этапу Сейчас будем тестировать Баллончик струйный Значит здесь как раз Есть еще один момент На который стоит обратить внимание На каждом без исключения баллоне Вот есть вот такой предохранительный Я не знаю Колпачок или клапан Вот Он всегда как бы Когда баллон новый Он закрывает кнопку Для того чтобы при транспортировке Случайно эта кнопка не нажалась Так вот Сразу же после того как вы приобрели этот баллон Сразу же после того как он у вас появился На постоянном ношении Неважно в сумке или в кармане Этот клапан нужно немедленно удалить Почему? Потому что если вы этого не сделаете сразу же Вы потом просто об этом банально можете забыть И в критической ситуации Вы просто будете пытаться нажать на клапан Вот Вполне возможно силы хватит для того Чтобы продавить этот клапан И нажать на выпускной клапан Да и баллон начнет работать Ну может быть это создаст какую-то задержку по времени Которая в конечном счете может сыграть очень ключевую роль И то есть нападающий сохранит для вас расстояние И просто баллончиком воспользоваться не успеете Так вот Приступаем к струйному баллону Значит в чем основная разница между струйным и аэрозольным Да то есть в аэрозольном мы видели Выпускается облако В взвесе Вот В струйном баллоне Идет узкая направленная струя жидкости Вот Как это происходит Итак мы продолжаем наше видео К сожалению В предыдущий раз у нас совершенно неожиданно Села батарея на видеокамере Ну в общем и целом Смысл да Я остановил кадр То есть смысл был понятен Как действует Например Газовый баллончик струйный Да то есть это струя направленная Ну узкая направленная струя жидкости Которая примерно Ну то есть на расстоянии Где-то те же 3-3,5 метра Вот так вот Ну Узенькой струей Вот так вот и идет Значит теперь Ну как бы Что сказать по поводу плюсы и минусы Конкретно каждого баллона Да Аэрозольного и струйного Значит что по поводу аэрозольного Ну вы сами видели Да то есть ситуация такая У него широкий факел То есть гораздо легче зацепить Непосредственно область поражения Нападающего Значит ну Так же у него есть минусы Первый минус это ветер Да Ну нельзя никогда Я об этом уже говорил Нельзя никогда забывать о ветре То есть ветром может снести Азовое облако Непосредственно на вас То есть этого лишен Ну этого недостатка Лишен струйный баллон Ну как бы Снести конкретно струю Жидкости Да Непосредственно на вас Чтобы она вас конкретно зацепила Этот ветер должен быть Я не знаю Ну просто ураганный Прям на вас Вот Значит Минусы Аэрозольного баллона Так же в том Что это аэрозоль Который легко вдохнуть То есть им ни в коем случае Нельзя пользоваться В закрытых помещениях Или в транспорте Или в общественном транспорте То есть В этом случае Вы как бы получаете Точно такую же дозу Поражающего вещества Как и в ваш противне Вот В этом Как бы В таких случаях То есть в транспорте Или например В закрытых помещениях Подъезд Или там Я не знаю Комната Дом общественного транспорта Гораздо Выгоднее пользоваться Струйным газовым баллоном Да То есть здесь получается Узкая направленная струя Попадаете четко На вашего противника И все То есть Струю нельзя вдохнуть Нужно попасть именно Куда-нибудь В район носа Рта Или глаз Вот Собственно Что еще По поводу Плюсов и минусов Так Ну Непосредственно Минус у струйного баллона Это в том Что в критической ситуации Вам придется Из него прицелиться То есть Опять же Говорю Что аэрозольный баллон Покрывает Большую площадь Можно не целиться Да То есть Даже если не попал Конкретно В противника Главное Чтобы было рядом Он может вдохнуть Этот аэрозоль Струйным баллоном Нужно обязательно попасть Обязательно попасть В лицо, в глаза, в нос, в рот Куда-нибудь Ну На слизистый Или еще куда-нибудь Это плюс То есть Минус В критической ситуации Когда трясутся руки Можно этого не сделать Тут уж Как бы Кому чем пользоваться Да Можно в принципе Иметь И тот и тот баллон Да И Как бы Там Когда уляете на улице Пользоваться аэрозольным баллоном Когда там Непосредственно думаете Что будете находиться в помещении Или Там В общественном транспорте Брать с собой Струйный газовый баллон Вот Что еще Ну это так По поводу Плюсы и минусы Как бы Как пользоваться Вот Теперь Как носить с собой Ну Каждому свое Но Что хочу Сказать по этому поводу Значит Носить газовый баллон Если вы носите его с собой Он должен быть обязательно под рукой То есть Там вот такая вещь Как например Вот бросил сумку Да Как берем Например У девушек Да вот там Большая сумка Все знают прекрасно Эту ситуацию Когда там Например девушка Достает свою сумку Начинает в ней копаться Что-то искать Там я не знаю Телефон Ключи Зажигалку Там Губную помаду Или еще что-нибудь То есть Та же самая ситуация С газовым баллоном Да То есть Я неоднократно наблюдал Там Даешь девушке газовый баллон Чтобы она пользовалась Там Если не дай бог Что-то Она его бросает в сумку И это прекрасно понимает Что будет точно такая же ситуация Да То есть Критический момент Мы достаем сумку Начинаем в ней очень долго-долго Колупаться Что-то искать Ну Тебя уже три раза убили За это время Ну Не важно То есть Если носите с собой в сумке То носить желательно Как-нибудь Вот Покажем непосредственно На примере Например Если носите с собой в сумке То где-нибудь не внутри Там Где он там Где-то Внизу Самым Его придется оттуда доставать Искать А где-нибудь Вот так Чтобы он был под рукой Например Там В каком-нибудь кармашке Чтобы он сразу Непосредственно доступ Да Вот Положил Вот так Сумка на боку То есть В случае чего Ты сразу Хоп И вот он у тебя под рукой Сразу же Под левой Или под правой Тут кому как удобно Значит Если Чувствуете Угрозу Опасность какую-то Или еще что-нибудь Ну вот в таком роде Да Там Не грех Переложить его в карман Ну Чего В кармане не видно И кстати Если есть возможность Его желательно Вообще постоянно Носить в кармане То есть Чтобы ты сразу Хоп И достал его Хоп И воспользовался Вот Вот Значит Желательно носить его в кармане Почему Потому что Вообще Газовый баллончик Это такая вещь Которая много Пользоваться Ну Как Как не прискорбно Или как это Звучит Я не знаю Не так Трусливо Но Газовый баллончик Это оружие самообороны Которое действует Из-под тяжка Которым нужно пользоваться Из-под тяжка То есть Если вы его достали Продемонстрировали кому-то То можно смело говорить О том Что действие газового баллончика Будет сведено Абсолютно мне Потому что противник Будет к нему готов Да Он отвернется Задержит дыхание И сделать что-нибудь В этом роде То есть Если им пользоваться То пользоваться Из-под тяжка То есть Как бы Видите что уже Все дальше некуда Резко достаете Быстро брызгаете Все И тут же отходите Все После того как Противник получил Свою дозу Да Ваше дело Это быстро сделать ноги Все Вот В общем-то Для чего он и предназначен Ну собственно В основном Как бы я все рассказал По этому поводу Если вдруг У кого-то есть Какие-нибудь дополнения Есть какие-нибудь Личные Ну Личный опыт Или там Комментарии Какие-нибудь К тому что я сказал Может быть Кто-то Хочет что-то добавить Не стесняйтесь Пишите в комментариях Как бы Я думаю Это будет многим полезно На этом я прощаюсь С вами Спасибо вам большое За просмотр Я надеюсь Что вот такие Вот если вещи Вы с собой таскаете Да Вот такие Или вот такие Вот Я надеюсь Что Будете носить их с собой До тех пор Пока у них не будет Заканчиваться срок годности Они вам не пригодятся После этого Вы их просто будете Я прощаюсь с вами Всего вам доброго Вот Значит Желательно носить его в кармане Почему? Потому что вообще Газовый баллончик Это такая вещь Которая много Пользоваться Ну Как не прискорбно Или как это звучит Я не знаю Не так Трусливо Но Газовый баллончик Это оружие самообороны Которое действует Из-под тяжка Которым нужно пользоваться Из-под тяжка То есть Если вы его достали Продемонстрировали кому-то То можно смело Говорить о том Что действие газового баллончика Будет сведено Абсолютно мне Потому что противник будет к нему готов Да Он отвернется Задержит дыхание И сделает что-нибудь в этом роде То есть Если им пользоваться То пользоваться Из-под тяжка То есть Как бы Видите что уже все Дальше некуда Резко достаете Быстро брызгаете Все И тут же отходите Все После того как противник Получил свою дозу Да Ваше дело Это быстро сделать ноги Все Вот В общем-то Для чего он и предназначен Ну собственно В основном Как бы Я все рассказал По этому поводу Если вдруг У кого-то Есть какие-нибудь Дополнения Есть какие-нибудь Личные Ну Личный опыт Или там Комментарии Какие-нибудь К тому что я сказал Может быть Кто-то Хочет что-то добавить Не стесняйтесь Пишите в комментариях Как бы Я думаю Это будет многим полезно На этом я прощаюсь С вами Спасибо вам большое За просмотр Я надеюсь Что такие вот Если вещи Вы с собой таскаете Да Вот такие Или вот такие Вот Я надеюсь Что Будете носить их с собой До тех пор Пока у них Не будет заканчиваться Срок годности Они вам не пригодятся После этого Вы их просто Будете вам дать Я прощаюсь с вами Всего вам доброго